Здоровье российского политика и журналиста Владимира Карамурзы, которому гособвинение предлагает дать четверть века, колонии ухудшается. Сегодняшнее заседание в Мосгорсуде перенесено на понедельник. За что власти продолжают преследовать Карамурзу, расскажет Полина Евстафьева. 25 лет. Настолько могут отправить российского оппозиционера и журналиста Владимира Карамурзу в колонию. Такой срок со словами «перед нами враг, который должен быть наказан» запросил в четверг прокурор. Об этом рассказал адвокат политика Вадим Прохоров. Процесс не просто кавкианский, а процесс кавкианско-сталинский. То есть тройка в чистом виде, ну вот просто в чистом виде, как мы помним из сталинских времен, может быть с небольшими вариациями. И запрос беспредельных сроков, которые означают, по сути, смертную казнь. По сути, он вместе с Навальным является двумя главными политзаключенными режима. Во всяком случае, Владимир Карамурзу точно воспринимается властями как личный враг режима. Потому что общеизвестно, что он один из главных инициаторов списка Магнитского. Сам процесс над Карамурзой проходит в закрытом режиме. 41-летнего политика, признанного властями иноагентом, обвиняют по трём уголовным статьям. Это якобы фейки о российской армии, госизмена и руководство нежелательной организации. Госизменной власти называют несколько публичных выступлений оппозиционера, в том числе перед членами палаты представителей штата Аризона с критикой войны в Украине. Тогда Карамурза заявил, что Путин бомбит украинские дома, больницы и школы. Политик находится в СИЗО с апреля 2022 года. Он имеет два гражданства – российское и британское. Его дважды пытались отравить. Последствия этого сейчас сказываются на здоровье Карамурзы. В СИЗО он потерял 17 килограммов. Даже тюремные медики подтверждают ухудшение здоровья. С такими заболеваниями человека нельзя держать в заключении, говорит адвокат оппозиционера. В принципе, они не отрицают, что у Владимира обострение болезни, видимо, проистекающего из тех отравлений. Это поле нейропатии. Это отнимаются нервные и нервные окончания ступней. И сейчас у него еще поражена и левая рука. Владимир Карамурза – один из немногих оппозиционных деятелей, который остался в России и продолжал выступать против политики Владимира Путина после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Большую часть своей жизни он посвятил оппозиционной деятельности. Работал с Михаилом Ходорковским, был председателем Совета фонда Бориса Немцова за свободу, лоббировал закон Магнитского и первые санкции против российских чиновников и силовиков. Также создавал антивоенный комитет России. Приговор ожидается в ближайшие дни. Однако общественный и политический деятель Михаил Ходорковский считает, что 25 лет – это нереальный срок. 25 лет – это такой, знаете, я на них смотрю буквально со смехом, оптимисты такие. Знаете, 25 лет – этот режим, конечно, не просуществует, он и пяти лет не просуществует. И здесь для Карамурзы хорошая новость в том, что кто бы ни пришел на смену Бутину, его обязательно, естественно, выпущут немедленно. Адвокат Прохоров отмечает, количество оправдательных приговоров в России по любым делам ничтожно. В среднем за последнее время суды в стране оправдали менее 1% подсудимых. На практике это лишь три дела из тысячи. Прозащитники уверены, тут исход ясен и называют это дело политическим. Полина Евставьева, Белсад. Продолжим обсуждать эту тему с Львом Шлосбергом, оппозиционным политиком, который присоединился уже к нашему эфиру. Лев, добрый вечер. Игорь, здравствуйте. На ваш взгляд, политический подтекст этого приговора, который мы ожидаем, вряд ли там, наверное, стоит сомневаться о том, что цифры куда-то сдвинутся, 25 лет просят обвинения. Что этим хочет сказать режим, на ваш взгляд? Режим считает Владимира Кармурзу своим личным врагом, персональным. Это политик, который внес существенный вклад в создание системы персональных санкций. Дело Магнитского, дело по сути прецедентное. Магнитский участвовал в раскрытии фундаментальной аферы, крупнейшей кражи в истории из российского бюджета. В ценах того времени, это первое десятилетие этого века, было украдено около 5,5 миллиардов рублей. Украдено по абсолютно наглой схеме, когда были захвачены, по сути, также украдены несколько хозяйственных обществ. Эти украденные хозяйственные общества через фиктивных руководителей назначили представителей в суде и заявили требования к федеральному бюджету в арбитражном суде, якобы компенсации переплаты по налогам, экспортным налогам. И получили эти деньги, которые затем были переведены в офшоры. Магнитский увидел эту аферу и подал заявление, не он один этим занимался, еще несколько человек. Подали заявление в Следственный комитет, в Генеральную прокуратуру. Дело закончилось тем, что самого Магнитского обвинили в том, что он якобы консультировал господина Браутера, известного предпринимателя в технологиях ухода от налогов, и те же люди, которых он обвинял в содействии организации кражи средств федерального бюджета, вели дело против него. И Магнитский был арестован. И почему я так подробно сейчас об этом рассказываю? Потому что сейчас в московском городском суде дело Владимира Крамурзы ведет судья Сергей Подопригоров. Это нарицательное имя в российском правосудии. Это тот самый человек, который был включен в первый список акта Магнитского. Поскольку он арестовал Магнитского, он продлил ему заключение под стражей до предельного срока, при полном отсутствии доказательств виновности, и фактически создал условия, при которых Магнитский умер, а по мнению его адвокатов и правозащитников, был просто убит в тюрьме, поскольку был самым опасным свидетелем. И когда стало известно, что во главе тройки судей, я слышал сейчас Вадима Прохорова, я полностью разделяю его оценки, это тройка судей, которая создана не для того, чтобы установить истину, и уж точно не для того, чтобы защитить права и свободы человека, в данном случае обвиняемого Владимира Карамурзея, это тройка судей, которые по сути являются исполнительной тройкой, не судебной. И это месть, это такая изощренная месть Владимира Карамурзея, что тот судья, который участвовал в деле Магнитского, который включен в список Магнитского, оказался председательствующим на процессе против Владимира Карамурзея. Эта комбинация доказывает, просто доказывает для широкого общества, что это политический и только политический судебный процесс. Более того, система не отказала себе в очень специфическом удовольствии назначить главой судебного состава судью, который пострадал от списка Магнитского и акта Магнитского. Совершенно очевидно, что особое отношение Карамурзея заключается именно в его роли в создании акта Магнитского и формировании списка. Эта роль была открытой, публичной и последовательной. Два российских политика занимались этим актом. Один из них – это Борис Немцов. Он был убит в центре Москвы, на Москворецком мосту. И второй – это Владимир Карамурза. Его дважды пытались отравить. Эти чудовищные случаи были в 2015-2017 годах, уже после убийства Немцова, что показательно. То есть это выглядит некой логичной цепочкой. Но Владимир был спасен. И здесь даже не то, что для восстановления справедливости, а для понимания картины всех ужасов и противоречий российской жизни. Врачом, который спас жизнь Владимира Карамурзе тогда, в 2015 году, это была просто отчаянная ситуация. Владимир потом рассказывал мне, что его близким врачи сказали, что шансы выжить не превышали 5%. Этим врачом был Денис Прокопенко. Это известнейший человек. Помните тройку партии «Единая Россия» на выборы 2021 года в Госдуму? Первым был министр Мороны Шойгу, вторым – министр иностранных дел Лаврумф, по-третьим – был врач Денис Прокопенко, который стал чрезвычайно известен как главный врач больницы на Коммунарке, внесший огромный вклад в борьбу с ковидом в Москве. Один из первых, применивший правильные методики по работе с ковидом, это на самом деле высочайший специалист и очень добросовестный человек. И вот так сложилась его судьба и судьба Владимира Карамурзе, что когда Владимира доставили в предсмертном состоянии в больницу, где главным врачом был Прокопенко, он смог интуитивно, не располагая, конечно, никакой информации о том, какие именно яды были использованы при попытке убийства Карамурзы, он смог интуитивно, безупречно выстроить методику лечения. И через два года, когда Карамурзу пытались убить второй раз, уже врачи работали по этой методике и быстрее вытащили его с того света. Так вот, сейчас состояние Владимира Карамурзе очень скверное, Прохоров об этом сказал, у него отнимаются ступни ног и кисти рук. Это, скорее всего, следствие этих двух отравлений. Он не просто оказался в СИЗО, он в том числе оказывается в ШИЗО, просто в каменном мешке. И мое впечатление об этом страшном деле заключается в том, что его хотят убить. Я сейчас с большой печалью слушал Михаила Борисовича Ходорковского, который оптимистично советовал Владимиру подождать пять лет, и режим рухнет. Могу сказать, что для Владимира Карамурзы смертельным, просто смертельным, может оказаться уже 2023 год, потому что, когда решение суда будет озвучено, это будет уже в понедельник, очевидно, может быть, во вторник, после этого будет время на обжалование. Безусловно, оно будет обжаловано. Совершенно очевидно, что следующая судебная инстанция оставит его в силе, и после этого Карамурзу должны будут по этапу доставлять в некую колонию, где он должен отбывать наказание. Вот эта доставка живого человека в вагонах, в вагонах клетков, буквально в вагонах клетков, до места заключения, уже является колоссальным риском жизни. Уже не говоря о том, что российская тюремная система не сильно изменилась со времен ГУЛАГа. Нахождение в ней человека, обвиненного в таких страшных преступлениях, в таких власть обвинил Владимир Карамурзу, сопряжено с огромными рисками для здоровья, а при том состояние здоровья, которое у Владимира, оно совершенно уязвимо, просто уязвимо. И я хочу сказать, что в жизни Владимира Карамурзы риски сейчас сопутствуют в не меньшей степени, чем Сергею Магнитскому. Об этом нужно говорить прямо. И все прогнозы о том, что через год или через пять лет рухнет режим Путина, Михаил Борисович, по понятным причинам, уважительным, но тем не менее, давно не был в России. Запас режима Путина существенно дольше, чем на пять лет. Как говорится, еще неизвестно, кто кого переживет. И главное, о чем мы сейчас должны говорить, это о том, что жизни Владимира Карамурзы угрожает реальная опасность. Он враг режима, он просто враг народа, и об этом сказал, не стесняясь прокурор в своем обвинительном заключении. Это означает то, что человек, ну прямо говоря, утратил контроль над собой. Если представитель прокуратуры в государственном суде, а других судов нет, используется в сочетании сталинских репрессий, то это и есть сталинский процесс. Сталинский процесс, сталинская статья, знаменитая 58-я о госизмене, сталинские сроки на 25 лет. Это пожизненное заключение. Да, Владимиру сейчас 41 год, но в условиях российской тюрьмы никакие 25 лет и 5 лет выжить невозможно. Просто при таком заключении невозможно. Поэтому либо сейчас мировое сообщество, правозащитники, политики, лидеры влиятельных государств, возможно, и на мой взгляд, необходимо, лидеры Организации Объединенных Наций предпримут экстренные усилия для того, чтобы вытащить Владимира Карамурзу и из России, из тюрьмы. Это можно сделать только после решения суда, после приговора, и только по обмену. Я не знаю, каков там список различных российских шпионов и других специфических деятелей, которые сейчас арестованы, задержаны за пределами России, но в этом списке нужно искать лицо, которое нужно вернуть в Россию. Вот Россия хочет вернуть этого человека. Не могу даже высказать, кто это может быть. Я уверен, что такой список существует. И лица там, как говорится, со своим послужным списком. И стараться обменять этого человека на Владимира и, соответственно, Владимира на этого человека до тех пор, пока он жив. Никаких пятилет ждать невозможно. Наверное, действительно... Если в России по-прежнему Путин будет у власти. Да, единственная причина, по которой сейчас режим Путина может быть заинтересован в том, чтобы все-таки Владимир Карамурза оставался жив. Лев, спасибо вам большое за такой подробный комментарий. Это был Лев Шлозберг, оппозиционный политик. И как мы действительно видим из комментария нашего эксперта, ситуация, которая складывается вокруг Владимира Карамурзы, очень сложная. Об этом нужно говорить, о том, что происходит. Никаких, скорее всего, чудес не придется ждать. Мы обязательно будем и дальше следить за этим делом и информировать вас о том, что происходит вокруг Владимира Карамурзы. Будем надеяться, что действительно все-таки здоровье ему позволит все это выдержать. Редактор субтитров Корректор А.Егорова